Канал Гетекласс, Андрей Щетников. Название этого ролика вы уже прочитали. Оно такое достаточно провокационное. Почему английская Википедия зачастую лучше русской? Но тут, конечно, нужно предупредить, что, во-первых, я не утверждаю, что русская Википедия плохая, а в ней огромное количество очень хороших статей. И во-вторых, речь идет в основном о статьях по физике и математике. Я не берусь говорить обо всем сразу. А ситуация, с которой этот разговор возник, это когда я тренировал команду турнира юных физиков школы Пифагора. Ну, у нас возникает какая-то новая тема. Ребята заглядывают в Википедию посмотреть о том или ином физическом понятии. Явлении. И видят, что написано в русской Википедии. Как-то весьма непонятно. Читать трудно. Тогда я им говорю, загляните в английскую, может быть, там лучше. И часто оказывается, что это правда. Хотя они вовсе-таки не были такими чецами на английском. Английский многим давался с трудом. Ну, у меня есть еще своя, как бы, своя вторая цель, чтобы с английским разбирались и читали. Но, тем не менее, видно, что статья в английской Википедии написана понятнее. И я хочу попытаться объяснить, почему так происходит. Я думаю, что разница здесь в значительной мере лежит в области университетского, а может быть, даже и школьного образования. Статья в русскоязычной Википедии очень часто написана так, как будто ее автор хочет показать всем, какой он умный. А оглядки на читателей у него особо и нету. Ну, не понимают и не понимают, сами виноваты. А, конечно, для написания статьи в энциклопедии это неправильно. Потому что кажется, что автор должен себя сначала спросить, а кто будет эту статью читать? Ну, вот статья под каким-то там названием, какой-то рубрикой. Понятно, что эту статью великие специалисты в этой области читать, ну, скажем так, не будут. Разве что заглянут, посмотреть, как она написана. Они и так об этом знают. С другой стороны, ну, какой-то случайный человек с улицы, ну, так условно, да, тоже ее читать не будет. Зачем ему это нужно? А будет ее читать тот, кто в этой теме еще не очень разбирается и хочет узнать, что это такое. Энциклопедия для того и нужна, Википедия энциклопедия, чтобы дать первоначальную базовую картинку. И в этой ситуации оглядка на читающего важна, как бы, важно понять, чего он в этой статье хочет найти. А понятно, что он хочет найти сначала, ну, как бы, общего описания на простом языке, там, явления, устройства, закона, неважно, с примерами. А потом уже, после того, как он поймет, где это применяется и о чем идет речь, ну, дальше могут идти и формулы, и какие-то сложности, и детали. Но это второе. Сначала общая картинка. И, к сожалению, вот именно этой общей картинкой, ее отсутствием, лучше сказать, этой общей картинке, русскоязычная Википедия зачастую, ну, в той или иной степени грешит. И похоже, что люди, получившие образование в английской, американской, ну, не знаю, школе, но в университете точно, потому что, наверное, статьи Википедию пишут люди все-таки образованные с университетским образованием. Люди, которые получили такое образование, они получили навык письма простого и понятного. Это этому их учили. И кажется, что это то, чему в наших вузах до сих пор учат мало этому и не уделяют должного внимания. Ну, мне кажется, именно поэтому и результат. Поэтому должен я еще рассказать. Хотите с чем-то разобраться? Заглядывайте и в русскую Википедию, и в английскую. Английский язык – вещь полезная. Смотрите, как они там пишут. Делайте выводы. Ну, и спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok